Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Хавата Львовод. У нас идёт 80-е занятие. Находимся с вами в вратах четвёртых, врата упования, глава 4, где проясняются частные детали упования в самых разных сферах жизни человека. На прошлом занятии мы разобрали очень-очень важную сферу, которая касается исполнения обязанностей, заповедей, тех, которые касаются только самого человека. Как-то, например, пост, молитва, псука, лула, всё, что человек исполняет сам. Вопрос, который разбирается, где тут упование. То есть, как следует правильным образом полагаться на Всевышнего при исполнении всех этих обязанностей. То есть, в этом конкретное наше служение. Разобрали очень фундаментальное знание, фундаментальное знание разобрали в исполнении повелений. И митцва, и прегрешение, оно, в принципе, состоит из последовательности трёх этапов. Напомним это. Первый этап – это всегда выбор. То ли сделать добро, то ли сделать обратное добро. То есть, если мы говорим о исполнении митцвы, это значит, что первым этапом должен быть выбор. Выбор, свободный выбор человека, исполнить эту митцву. Второй, как он говорит, его душевный настрой – решимость осуществить выбранное. Как правило, мы это забываем, как будто это не существует, а в принципе, как мы это разбирали в прошлый раз, это, в принципе, самое основное – душевный настрой и решимость осуществить выбранное. И только третий этап – это то самое усилие старания, исполнить физическое действие посредством органов тела. То есть, непосредственное исполнение. Так вот, говорит Рабейну Бахе о том, что первое, второе – это творец не вмешивается. И совершенно неуместно, естественно, никакое упование на него. Если человек начнет уповать о том, что вот, если пробудется, захочет, будет желание Всевышнего, то он пробудет в моем сердце желание исполнить митцву. Это глупо, как он говорит, это ошибка и глупость, так прямо это и называют. Точно так же не пробудет в сердце человека Всевышний душевный настрой и решимость осуществить выбранное. Это всецело в выборе человека. И, в принципе, его, его, его вознаграждение в грядущем мире именно за это. Мы говорили, порой выбор, он уже находится в захваченной территории, то есть там, где уже непосредственной борьбы сделать, исполнить митцву, не исполнить митцву, уже не происходит. Человек рождается в религиозной семье, для него это становится частью его жизни, соблюдение. Там, субботы, кашрута, надевает филин, да. А это уже выбранное. А вот во второй этапе душевный настрой и решимость осуществить, осуществить, то есть с каким намерением, как ты это делаешь, что с намерением сердца, которое тут есть. Это каждый раз заново. Все, кто молится, знают, как тяжело, несмотря на то, что он же молился, не знаю, сколько молитв, он может его протараторить, совершенно не обращая внимания. А вот этот душевный настрой, это борьба каждый раз заново, каждый раз заново. И можно только просить Всевышнего, помоги мне в этом настрое. Да, может помочь, но сам настрой у нас, мы не можем полагаться на него и сказать о том, что то, ну, я как бы всем остальном полагаюсь на это. Это очень важные знания. И только в третьем этапе, в третьем этапе, третий этап – это непосредственно осуществление этого повеления, этой заповеди. Там можно и нужно полагаться на Всевышнего, ибо что он позволит нам, несмотря на наш выбор и наше правильное намерение, до конца исполнить эту митву. Мы проводили пример. Человек, например, хочет выполнить митву Бекурхолим, собирается поехать куда-то в далекий город. Он выбрал, он имел должное намерение. Это митва, настрой, решимость. Дошел до автобусной остановки, выяснилось, что город перекрыт. Снова есть какая-то демонстрация, или кто-то приехал, и нет возможности отсюда выехать. Мы видим, что желание было. И за это желание, за эту решимость, за этот выбор у нас есть вознаграждение. Какое? Как будто мы выполнили эту митву на самом деле. Как будто мы поехали туда, исполнили ее непосредственно. Но часть нашего упования состоит в том, что мы должны просить Всевышнего, чтобы он не только нам в наше распоряжение отдал выбор и это намерение, но и позволил до конца выполнить митву, чтобы мы получили полное вознаграждение за него. Это очень-очень важные знания, которые надо знать. Мы говорили об этом подробно на прошлом занятии. Снова их напоминаем. И выбор человека – это в его руках. Настрой тоже только в его руках. И тут нет места никакого упования. А упование должно быть только на третьем этапе, чтобы мы могли завершить его. Перейдем к теме нашего занятия. Теперь пятая сфера из тех семи, которые мы разбираем. Видите, уже много занятий. Один за другим. Продолжим. Это обязанности, исполняемые посредством органов тела, такие, что пользу или ущерб от их исполнения, или неисполнение, распространяются также на других людей. То есть, снова речь идет о том, что человек должен исполнить повеление Всевышнего. И только сейчас речь идет о тех заповедях, которые относятся и к другим людям. Например, сюда относятся подаяние бедным, отделение десятины, преподавание Торы, наставление ближнего на верный путь с целью пробудить его к добру и отвратить от зла, и своевременный возврат долга и вещи. То есть, надо вернуть находку, который или долг, или вещи, веренную на хранение, охрана чужой тайны. Кстати, мы в этом перечисляем, как будто с собой разумеющиеся, и все знают эти заповеди, которые есть. И, может, тут только остановимся на секунду, что не все знают о том, что разглашение чужой тайны – это большое нарушение. У нас запрещено. Робин Йойн, по-моему, это приводит как часть запрета рахилют. Рахилют – это как сплетни, то есть идти от человека к человеку и рассказывать, а этот сказал так, этот сказал так. Это часть разглашения тайны. Поэтому нельзя читать чужие письма. Нельзя. Это тоже дополнительная вещь к этому. А естественно, что если прошли, то нельзя разглашать. И обязанность говорить хорошие о ближнем, то есть законы злашонара, злоконы злословия, то есть запрет о злословии, а с другой стороны, а если не о злословии, как же можно говорить других людей, только хорошее, совершать добрые дела, то есть называется милосердие, помогать другим людям, почитать родителей, кибут АВМ, исправлять грешников, обращая их к Богу, учить людей полезному и доброму для них, проявлять жалость и милость гвидняка, терпеливо сносить обиды и оскорбления, видите, терпеливо сносить обиды и оскорбления, которыми люди отвечают иногда тем, кто пытается побудить их к служению, сообщая награде за него, предупреждая наказание за уклонение от него. Это чуть-чуть выше, чем и в наше время, так сказать, меньше подобная вещь, она принята, называется митсватохаха, о ней мы дальше тоже будем говорить, митсватохаха – это повеление, которое обязывает нас, как бы направить другого человека, как у нас тут принято говорить, на путь истины, так как уже со временем из этого сделали больше шутку, даже говорят это всегда с иронией и сарказмом, то, естественно, что коннотация этого, она совершенно другая, в то время, как в оригинале, если мы изначально предположим, что существует путь истины, то, естественно, что мы должны не только идти самим по этому пути, но и наставлять других, это тоже разум обязывает. Другое дело, что когда истина утеряна, и люди стали эту истину присвоить самим себе, и каждый стал использовать эту фразу, что надо, так сказать, людей на путь истины наставлять, имея в виду свои личные мысли, то действительно уместно над этим смеяться, уместно над этим иронизировать. Мы перечислили самые разные обязанности, и вопрос он такой, как же должен человек правильным образом проявлять свою уверенность, надежду, бывание на Всевышнего во всем этом? Где тут вообще упование на Всевышнего? На первый взгляд, у нас есть обязанность к упованию. Перечислили. Это же митцвот. Надо цдока, подаяние бедным, отделение десятины, преподавание тор, наставляние, и все, что мы говорили, это повеление. Тут как на прошлом занятии по отношению к митцвот, что человек выполняет по отношению к себе, а не к другим людям. Тот же вопрос был поставлен. А где тут находится, где тут вообще находится упование? Снова, как мы говорили, упование находится только на третьем этапе. На первом и втором этапе, когда речь идет о выборе, выполнить митцву о должном намерении, то упования нет. Речь идет только о том, когда мы должны уже непосредственно это выполнять. Там надо, как это должно произойти. И вот, смотрите, он уже заранее описывает это. Говорит так. Он должен запечатлеть в своем сердце все названные выше, подобные им добрые дела, избрать для себя исполнения и приложить к тому все усилия. Теперь. И вот тут он подчеркивает, только и стремление приблизиться к Богу, но не ради того, чтобы приобрести себе имя и славу, не ради награды и не ради власти над другими. Сначала он говорит, еще прежде, чем перейти к ответу на вопрос, где же тут находится упование, где тут находится надежда на Всевышнего, он говорит, как надо сначала выполнить подобные митцву. Пятнадцатый митцву вот по порядку, надо выбрать, я выбираю, основное, мое решение, человека самого. Дальше, как он говорит, надо запечатлеть, прочувствовать в своем сердце эту митцву, то есть иметь, как тут он говорит, другими словами, должное намерение, желание пробудить в себе. и только он подчеркивает теперь очень-очень важную составляющую в исполнении этих митцву. Но не ради того, чтобы приобрести себе имя и славу, не ради награды и не ради власти над людьми. То есть, столько времени, сколько речь шла о исполнении митцвы по отношению к саму себе, ну, то там опасность всех этих невзгод, она гораздо меньше. Но когда речь идет о отношении между человеком и человеком, когда кто-то может быть зависим от нас, тут подстерегает нас большая опасность. Это огромная опасность. Когда даже митцву, которую мы выполним, она может превратиться чуть ли не в вера, а вера чуть ли не в доброе дело может превратиться в злое дело. Почему? Потому что человек в силу своих неисправленных человеческих качеств, а центральное это качество под названием высокомерие, оно может привести к тому, что, исполнив митцву, человек может возгордиться. А возгордившись, ему захочется приобрести себе имя и славу. Видите, как сказано, имя и славу. То есть, человек ищет, чтобы вот его там, как его звали, там, зовут, а, чтобы вот, вот у него было имя, чтобы все знали, и, соответственно, и, так сказать, это имя было прославлено среди других людей, что это само по себе для него некое вознаграждение. Но предупреждают Рабейну Бахе, что это так не должно быть, что нельзя выполнять митцу последствия таким образом. Естественно, что не выполняет ее ради власти над людьми. Сейчас он к этой теме вернется, и мы, так сказать, более широко это развернем. Только сейчас основное теперь. Хорошо. А где тут находится часть упования? Говорит, после этого человек должен положиться на Бога в успешном завершении задуманного дела в надежде, что оно после всех трудов и усилий будет желанным в его глазах. Вот и ответ на поставленный вопрос. Где же находится та часть, которую мы ищем? Это часть упования в исполнении митцвы. Он говорит, что после того, как мы ее выполнили, то есть уже решили, имели намерение, и это намерение включает очень важную составляющую, чтобы это не было сделано в приобретении себе имя и славы, и не для награды, и не для власти над людьми, после этого остается человеку только положиться на успешное завершение задуманного дела. Что имеется в виду? Что если мы собрались дать сдаку, то нам Творец позволит это. Нам позволит это. Что имеется в виду? Известная картина «Каждый, кто молится, утром вменяние, тут особенно в Иерусалиме, в Немераке, есть много людей, которые собирают эту сдаку. И вот порой бывает, что там, я знаю, в конце молитвы особенно приходят люди с особой нуждой, рассказывают о своих проблемах. Бывает, что человек решил, что он даст этому человеку какую-то сумму, и он пошел его собирать, а тем временем, пока он там снял тфелин, пока все собрал, посмотрел вправо, влево, его нету. Желание было, он хотел ему дать, а тот уже побежал дальше, в следующий меня. то есть надо молиться за то, чтобы еще Творец позволил нам осуществить задуманное хорошее дело. Видите, он мог бы еще прокрутиться там, подойти прямо к нему, а нет, он побежал дальше, а не нашлись этот человек. Продолжает Рабин Убахов и говорит, что оно, то есть мы молимся за то, что это дело, оно в успешном завершении задуманного дела, в надежде, что оно после всех трудов и усилий будет желанным в его глазах. О, вот еще одна составляющая очень важная. Когда мы выполняем какое-то дело, например, сдаки самый простой и самый наглядный, когда мы, к нам стучится кто-то в дверь и просит, пожертвования, и мы даем. Казалось, мы выполнили все как положено, и даже мы это сделали не с кислым лицом, не сделали как одолжение, естественно, что не, как многие есть, такие, после этого захлопнули двери, чтобы второй не появился. после всех трудов и усилий будет желанным в его глазах. То есть, если мы хотим по-настоящему, то надо еще молиться о том, что я же до конца не знаю, как все тонкости, чтобы это было воистину желанно в глазах Всевышнего. поэтому это и есть часть этого моего упования. Упование о том, что, Римон Штон, ты мне позволишь выполнить эту митцву, если я уже решил дать сдаку, то мне удастся ее дать. Более того, тот путь, каким образом я буду давать это, оно окажется желанным в его глазах. Это относится к упованию. Продолжает Рабейн Убахи и говорит, нужно также по возможности стараться скрывать свои добрые дела от всех, кому не обязательно о них знать. Ибо в этом случае награда будет больше, чем тогда, когда о них извещают. Видите, он уже на это намекает, о том, что митцву не выполняют из-за того, чтобы заодно и получить себе имя и славу, и власти над людьми. А наоборот, тут есть проблема, проблема. А натура человеческая, она устроена с точностью наоборот. Здесь каждый это знает и понимает. То, что если человек сделал что-то хорошее? Не так часто случается, но если он уже что-то хорошее сделал. Причем вложился, что-то. Вложился, бывает. А это, знаю, надо было помочь другу, и, я знаю, три часа в поту он носился с его вещами там сверх-вниз на пятый этаж поднять, спустить. Скажите, удастся человеку вот свой добродетель скрыть? ведь первое дело, что хочется сделать хорошее дело, это рассказать другим, тут же своим друзьям, знакомым, чтобы они были в курсе дела, если, я знаю, так сказать, показать, насколько он уставший, ведь вчера там, он поздно помогал кому-то, надо показать это, человек не может просто так скрывать свои хорошие дела. Очень хочется, чтобы все об этом знали. Говорит он о том, что вот это желание себя как-то похвалить, оно очень непохвально с точки зрения еврейской. Почему? Потому что человек, в принципе, по совету самого чуть ли не этого самого сатана, что он делает, он забирает у самого себя то самое вознаграждение за эту митву. Почему? Потому что митва, она по сути своей, она должна всецело выполняться во имя небес, так он называет. Тема эта, она одна из самых центральных, которые будут еще в дальнейшем есть целые врата, посвященные только этому вопросу со всеми мельчайшими деталями. Если человек не выполняет этого имени Всевышнего, а выполняет это вообще без головы, автомат, или выполняет с каким-то другим намерением, или при что-то, что-то, что-то еще добавляет в это намерение, это забирает у него то самое вознаграждение за эту митву, это то, что он говорит. Нужно также по возможности стараться скрывать свои добрые дела от всех, кому не обязательно о них знать, ибо в этом случае награда будет больше, чем их извещает. В принципе, надо знать, что вот это само стремление скрыть свои добрые дела говорит о намерении исполнить эти добрые дела во имя Всевышнего, а не потому, что я хороший человек. Человек очень свойственно показает, что он хороший, ему очень хочется быть хорошим, хочет выглядеть хорошо в глазах других людей, произвести на них впечатление, но это как раз и создает в нем его эго, еще больше его сбетонирует его, это эго, то самое, которое и является препятствием его приближения к Всевышнему. Всевышний хочет забрать сердце человека, забрать его я, отдать только сам, это твой выбор, в этом и состоит, а человек вместо этого, что делает, берет повеление Всевышнего, исполняет его, еще больше бетонирует свое я, еще больше поднимает свое я, еще больше отстраняется от Всевышнего. Понимаете, что происходит, какой грех, еще больше. Кто чуть-чуть знаком с нашими раввиновами, с главами поколения нашего, знает, как каждый из них, каким-то своим другим путем, вообще они были люди, которые полностью отстранялись от какой-либо почести, от какой-либо, никто не знал о том, что они выполняют, как выполняют. Всегда только после их смерти вдруг появляются такие горы книг, которые описывают все их поступки. Рав Штеймоном, Захат Зиму Лавраха, он только и знал о нашей жизни только вот-вот-вот несколько месяцев назад. Про его жизни. Тут и там, только люди, которые были близки к нему, знали все истории о нем, рассказывать не успел. И то же самое про Рак Шаха, и про то же самое все наши мудрецы, нашего поколения, они жили в своей, как называется, барбамот, они жили, никогда не выходили, Арвян же не выходил из синагоги вообще. Никогда. Никогда публично не выступал, никогда никаких заявлений нигде не делал. Нигде, вообще даже в наших кругах, вне этого, вообще никто не знал ни о его праведности, ни о его познаниях. Это было просто само по себе понятное и очевидное. Но так, чтобы от него исходило ничего, и все скрывали. В принципе, надо знать, что принцип этот, он по сути, очень важно добавить еще, может, мысль, которой она тут напрямую не относится, но она очень важная. Вот если человек что-то новое придумал, что-то открыл, что ему хочется сделать? Очевидно, чтобы все это узнали, для чего ему если он это открыл, и остальные это не знают, то какая ценность его во глазах, что он это знает и понимает? Поэтому он тут же хочет это повести другим людям, да, если он открыл что-то, хочет это публиковать, надо писать книгу, надо писать то, надо это, надо это, тут же хочется это сделать достоянием других. Нужно ли это? Это уже отдельный вопрос, это нет, но само по себе, что природа человека, мы сказали, сделали хорошее, сделал, то тут же побежал рассказать друзьям, понял что-то, то надо тут же написать в интернете об этом статью, да, или еще что-либо, оповестить свое открытие, которое есть. Интересно, что путь мудрецов, он был полностью наоборот. Все знания, все открытия, которые у них были, то есть все, что называется хидуш, то есть новое открытие глубины Торы, которое есть, они всегда скрывали, всегда скрывали. Вместо того, чтобы бежать, тут же это самое, это повещать, они скрывали. Они скрывали, потому что, во-первых, они скрывали по самым разным причинам, одна из самых основных, чтобы это не было, доступно для людей недостойного духовного уровня, которые это могут понять превратно, и наоборот. Это не... А людей достойных, они это писали в такой форме, в которой только именно... Вот как написана мечна, как написана гморана, написано, как зашифрованный текст. И об этом сказано, о том, что не умные, а праведные пойдут под ней и не споткнутся, а грешники, даже умные, пойдут и споткнутся. Написано таким образом, что всегда позволяет ошибиться, понять по-другому. Но есть клялим, есть общие правила, по которым можно это расшифровать. И поэтому они полагались только на мудрецов, которые знали эти правила. Поэтому только знайте правила устной торы, можно расшифровать правильно все, что они зашифровали. Поэтому они всегда, когда они писали о глубинных вещах, они, как у нас написано, они как открывали тефах, как бы раскрывали сантиметр и скрывали несколько сантиметров. То есть, они больше скрывали, чем скрывали. Писали все намеками. Все намеками. Сам подход, наоборот, все принято скрывать. То же самое правильность человека. Кто они и что они всегда были. Поэтому есть такое понятие, особенно в хасидизме, о цадых не стар, о скрытых. Почему? Потому что его, его скрытость, вот эти примеры какого-то простого, простого какого-то мужика, который жил где-то на Ачибе, в деревне, на какой-то деревне, и потом оказалось, что он тот самый, один из 36 праведников, на котором мир строится. Это одно из, типичных примеров в хасидизме, каким человек должен быть. Это некий эталон такой высокого уровня соблюдения, который свидетельствует о том, что намерения этого человека чисты, не для своей почести, не для того, чтобы о нем все знали, не для того, чтобы свое эго развивать, а наоборот. Все, чтобы это было по-настоящему. Это и есть настоящая еврейская религиозная жизнь. Не на показуху. У нас принято все на показуху. Все, что ж на ничто не есть, все показать, все, чтобы произвести впечатление, все, чтобы обо мне думали хорошо, все, все, все. А истинная жизнь еврейская на наторе, она все с точностью наоборот. Наоборот. Если есть что-то хорошее, надо это еще тем более скрывать. Иначе потеряешь это. Ученики это видели. Они не... Они видели. Они не... Это никогда они об этом не говорили. Это было просто... Это была часть их жизни. Все, посмотрите, что пишут про... Штеменом, про... Они просто пишут, свидетели, которые видели эти события, они просто их описывают. Он не видел в этом что-то особенное. Это была его жизнь. Единственное, что... А мы учимся, и у нас все умозрительное, как мы понимаем, как надо. Но жизнь наша не всегда соответствует тому, как надо. Мы живем за одно дело, учим другое дело. А всего лишь примеры, которые мы говорим, это люди, у которых дела и учеба, и их эталоны. Они не расходились. Они были одним и тем же. Они жили согласно тому, как написано тут. Всего лишь на всем. Это... Не было чего-то, что тут написано, всего лишь выполняли. Это мои примеры, а не примеры из жизни. Их не жизнь. Они не видели в этом ничего, особенно в этом, ничего, чем было, я знаю, это восхваляться. Естественно, что чем больше, чем больше человек он делает во имя небес, тем больше эти небеса, они открыты ему, в всяком сомнении. Правильно. Продолжает Рабейну Баха и говорит, в тех же случаях, когда не удается скрыть какие-то из своих добрых дел. Ну, бывает такое, не раз бывает. Что происходит с мудрецами, которые уже прославились и всем известны. И смотришь вокруг, собирается толпа людей для того, чтобы их встретить и проводить. Иногда мы видим эту картину, как идет Адмор, да, Равин, особенно у хасидов. И вокруг него есть толпа людей, которые, так сказать, близко-близко людей, его хасидов, которые хотят поближе быть к нему. Или приезжает гораздо меньше. Сейчас переезд из города в город это не событие. Были времена, когда приезжал большой Равин в город, весь город выходил ему навстречу. Все, 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 то есть, все, все евреи и евреи. Они видели своим долгом встретить Большого Равина. Он приезжал, я знаю, там на станцию и выходил, и вдруг видел тысячи людей, его встречают. Ну, с кем-то чувством он говорил, это меня встречают. Сколько есть случаев, когда они тут же убегали или там... Есть хасидские истории, не хасидские, которые... примеров о том, как великие люди убегали от всех этих почестей, не хотели этого, не хотели этого. Рассказывают про одного из больших Равинов, я не помню именно кто из них, что когда его встречали, взяли такую очень красивую, не телегу, а мерковую, не повозку, а карету, 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 карету такую, знаете, его, а хасиды настолько были, что они распрягли лошадей, запряглись в этом, в эту повозку. Через какое-то время кто-то обратил внимание, что один из тех, который тащит эту повозку, это сам, сам, сам этот Равина, а там никого не было. Убегали от этого, они скрывали, не хотели этой почести, в всяком сомнении. Теперь, что происходит, спрашивает он, когда не удается скрыть какие-то из своих добрых дел? следует помнить, что и пользу, и ущерба, и хороглашение, не во власти других людей, только в руках Творца Богомословения. То есть, получается, и тут есть место упованию. То есть, это верно, что действительно, что другие люди захотят устроить почесть вам, да, это вроде вам, но в конечном итоге, как мы знаем, что осуществляется в этом мире конкретно, это все в руках Творца. Значит, можно уповать и просить Всевышнего для того, чтобы мое хорошее дело, оно не разгласилось, что если человек достиг какого-то величия истинного в Торе, следует его действительно почитать, чтобы Творец помог ему, чтобы он не был чересчур популярен, не было оказано ему больше, чем нужно, какой-либо почести. Видите, можно об этом как бы просить. Почему? Потому что все это в руках Всевышнего. Теперь. Очень важный, очень важный теперь вывод, который тут делается, и это относится к практически всей нашей жизни в общем. Эбрейская жизнь имеется в виду. Когда Творец посылает возможность исполнить заповедь, обратите внимание на это начало, смотрите, формулировка, когда Творец посылает возможность исполнить заповедь. Мы живем с ощущением, что все эти заповеди, они исполняются само собой себе, они ясны, очевидны, что они должны исполняться. верно, верно, они исполняются сами. Нам представляется возможность исполнить заповедь, а не о том, что человек просто живет, и он сейчас, я тут господин в этом мире, я тут все решаю, и вот я решил, что я выполню заповедь. это тоже определенный уровень какой-то, но, по-видимому, если мы чуть-чуть задумаемся, то мы понимаем, что если, снова-снова, повторяем уже тысячу раз, если человек сказал А, надо сказать Б, если человек уже есть Бог, то все остальное, оно как бы следствие этого. Если действительно Творец отворил мир, и все, что мы сказали, перечисляли, и он управляет этим миром, и все находится под его присмотром, и надо куповать на него, и так далее, то тот факт, что утром мы идем молиться, тот факт, что накладываем тфилин, дать возможность пожертвования от ЗДКУ, Творец управляет этим миром, он дал нам возможность выполнить исповедь, заповедь эту, он дал нам это только возможность, так надо это видеть. Поэтому, он так пишет, когда Творец посылает возможность исполнить заповедь. Например, давайте снова Митсват ЗДК, снова пример с пожертвованием. Что значит послал? Просто яснее это видно. Мимон, как типичная картина, утро, утренняя молитва, тут проходит по 20-30 просящих подаяний. Видно, что послали нам сверху, для того, чтобы мы давали им по мере возможности это подаяние. Один прекрасное утро, никого нету. Он посылал, он не послал на эту возможность исполнить ЗДК в это утро. И вообще никакого бедняка ни по дороге домой, ни на работу, вообще никого не встретил. То есть, он нам не дал эту возможность. Предположим, он говорит так, когда Творец посылает возможность исполнить заповедь, предположим, что он послал. Вот он прямо перед нами стоит, этот человек, который желает этот ЗДК. Надо знать, что он оказал ему этим благодеяние. Первое. В голову это нам не приходит. Сколько людей спрашивают вопросы, тот же самый вопрос со злостью такой. Смотрите, эти люди, которые просят все время попрошайки идти работать или еще что-либо. Они решают как-то глобально, как мир должен быть устроен. Скажут, я работаю, значит, ты должен работать. Вообще нет места этим попрошайничеству, это вообще не достойно, это не... Имеют люди свое мнение. Все это называется кису, и все это только то, что прикрывает их отсутствие милосердия. То есть то самого рахманут. Рахманут это сожаление по отношению к жалости, по отношению к этим людям. Мы не хотим быть, поэтому придумываем всякие разные оправдания тому, чтобы то ли свои жадности просто, то ли отсутствие вот этой жалости к другим людям и многое другое. Так вот, оказывается, что первое, что надо знать, когда посылает нам этого бедняка, он оказал нам благодеяние. Хорошо, ты нам послал его. Теперь, что мы дальше выполнили? Дали ему цдаку. Дали ему цдаку. Теперь, что делает, предположим, даже сам этот, получивший это цдаку, что он делает? Ой, спасибо тебе, какой ты хороший человек, какой ты добрый, какой ты, ай, начинает нас благословить, я не знаю, что делать. Второе, не радоваться по хвалам за нее. Не радоваться по хвалам. То есть, все вокруг, да, вот ты молодец, ты смотри, вот тут никто не дал, а ты единственный дал, вот помог этому человеку, сколько ты, какой ты человек хороший. Так вот, зная ведь этот порядок, он говорит, второе, не радоваться по хвалам за нее. Теперь еще не все. И не желать за нее почести. Теперь это, посмотрите как, не желать за нее почести. То есть, человек, что значит, не желать? То есть, ему почесть не была оказана, но он ее желает. То есть, он еще раз посмотрел право-лево, но еще может кто-то скажет хоть слово хорошее. Он хочет, это то, что уже скрыто в сердце его. он изначально никогда не должен желать. В скобках вообще должны заметить о том, что одно из самых таких лицеприятных вещей, которые с нами происходят, когда мы делаем доброе дело, мы всегда ждем за это какое-то спасибо. Ждем, что нас похвалят. Ждем, ну, хоть скажи, хоть скажи спасибо, не надо мне там благодарственное письмо, не надо мне, ну, скажи хоть спасибо. То, что это обязанность человека, которому сделали добро сказать спасибо и даже больше этого, как мы говорили, это вообще самая фундаментальная обязанность, которой человек, про это речь и не идет. Но со стороны человека, который сам делает, оказывает это добро другим, ожидать вознаграждения, ожидать спасибо, ожидать, что скажет, это, видите, это забрать у себя, потерять ценность всего, что ты сделал. Смотрите, как он говорит это. Он говорит так, э-э-э-э, снова, давайте прочтем все снова вместе. Когда Творец посылает возможность исполнить заповедь, человек должен знать, что он оказал ему этим благодеянием, и при этом не радоваться похвалам за нее, и не желать за нее почести, ибо все это приведет к тому, что он возгордится сделанным, потеряет настрой своего сердца и души за исполнение заповедей во имя Творца, делая его, будет тратить свою ценность, а он сам потеряет награду. И я намереваюсь пояснить все это более подробно с Божьей помощью в специально посвященной тому части этой книги. То есть, отдельно будет целая глава, которая только этой теме будет посвящена, называется Шар и Худ, там будет разбираться эта тема. Когда говорят, что? Пожалуйста, пожалуйста, очень рады, спасибо за хорошее слово. Конечно, конечно, все говорят, спасибо, надо отреагировать еще как, конечно, конечно, надо отреагировать. Теперь, известный Машгия Ахара Вольбе Захар Цигелю Враха, он сказал однажды, сказал интересную вещь, сказал, каждый раз своя формулировка, но, в принципе, та же самая база. Когда человек поднимается в своем развитии, в духовном развитии, хоть на одну ступеньку, но при этом начинает с ней смотреть на всех остальных сверху вниз, он теряет весь свой подъем, все, что он приобрел. То есть, оказывается, что можно с собой бороться в самых разных областях человеческой души и даже выиграть, и даже, 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 даже приподняться. Но надо знать, что есть одна опасность, которую можно предостерегать. Любой успех может повлечь за собой гордость излишнюю, вот это воснокомерие, пробуждение его. И как только человек возгордится, то зло, которое есть от этого, оно, в принципе, выжигает все самое добро, которое оно сделало. Оно делает. Это один из секретов, который, 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 кто не понимает, он может жить жизнью, которая будет казаться ему праведной, и так во многом построена на Востоке духовная жизнь. И вот это единственная точка, ведь там жизнь очень высокая духовная, гораздо более духовная, чем которая описывается тут. Но вот это единственная точка, которая, любое возвышение, оно приводит к тому, что сердце может возгордиться. А вот нигде не написано, что это сердце, которое возгордилось, это самое большое зло, которое есть, которое четко, ясно определено в нашей Торе. Почему? Потому что это корень всех остальных качеств. Если оно не только не исправляется, а посредством своего духовного продвижения ты, наоборот, развиваешь это нехорошее качество, то, в принципе, все остальное не имеет смысла. Не имеет смысла. Это очень-очень важная мысль. Давайте снова ее только повторим. Что очень-очень важно, что когда мы выполняем Митцу, то есть, когда Творец посылает нам возможность ее исполнить, то не надо радоваться за похвалами за нее и не надо желать за нее почести. Потому что если мы будем радоваться, если мы будем желать почести, это может привести нас к тому, что мы возгордимся. Это самый большой грех, который может произойти в нашей душе. Почему? Потому что так мы можем потерять намерение своего сердца и души на исполнение заповедей во имя Творца. То есть, то самое высокое, что можно удостоиться, называется «Саята Митцвалашем Шамаем», то есть, исполнение заповедей во имя Небес. Это есть самый уровень, когда мы говорим о религиозном человеке, исполнении его месвод, когда он это делает во имя Небес. Почему? Когда человек делает во имя Небес, это видно. Это видно. это, это, это. Есть интересная вещь, которую все замечают, что... Приведу такой пример. Первое, что приходит в голову про одного подростка, который, как подросток со своим мнением против всех, это тот, это... И вот одной ногой уже, можно сказать, вне еврейской среды находится. И, тем не менее, он там еще как-то чисто технически находится в Ишиве. И с ним невозможно разговаривать, он не слушает, он грубит, он смеется. случай, которые мне лично это рассказали, видел это, слышал это своими ушами, как один из раббинов дообратился к нему, и после разговора с ним его поведение поменялось с конца на начало. По-другому. когда его спросили, что произвело на него такой эффект, почему это так могло быть, он сказал, потому что я у этого человека видел это как настоящее. Это настоящее. Что такое настоящее? У нас многие тоже иногда говорят, вот это по-настоящему. Если мы были по-настоящему бы евреями, нас бы все слушали. Понимаете? Если мы были по-настоящему, все выполняли, все же написано, по-настоящему, нам надо выполнить. Что значит по-настоящему? Что кроется за этим? А кроется в этом тонко-то сразу, когда человек делает ильма для себя. У меня есть дроша, у меня есть хорошие мысли. «А ну, послушай меня!» «А написано тут», «Написано так», «Поучение», «Порицание», «Назидательность», «А я тебе скажу». Сразу чувствуется, что ты это ты хочешь для себя, не во имя небеса. Когда человек делает это во имя небес, то, видимо, это чувствуется. То есть, четкая душа, она чувствует, что это истина, это настоящее. Истина настоящая в поведении человека. Это и есть во имя небеса. Теперь, если мы выполняем какую-то митву, да, и мы ждем, чтобы оказали нам почесть, или ждем это, радуемся похвалу за это, то, в принципе, что мы делаем? Мы теряем тот самый настрой души, который у нас был, выполнить все это во имя Всевышнего. Почему? Потому что это мы переправили это на себя. Вместо небес на себя. Вот это, видите, потеряли, потеряли ту самую ценность. То есть, все, что мы сделали, теряет ценность. Человек может один с другим говорить, 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 ему самые умные мысли, которые есть. Не слушай. Почему? Потому что чувствуется, что это не настоящее, как говорится, не исходит из во имя небес. И получается, что вся ценность этого часового разговора, она никакой нет, никого не имеет. И других дел точно так же. Мы коснулись тут сейчас очень-очень важной темы, поэтому мы на ней больше остановились, а мы больше как бы ее разобрали. Она очень фундаментальна, очень важна. Еще одна, которая есть. Это мы с вами разобрали пятую, пятую сферу или пятую часть из семи упомянутых выше, то есть сферы отношения между исполнением заповедей, где участвуют и другие люди, где та мера упования, которая должна быть. Мы с вами перейдем, начнем, естественно, что мы не завершим, есть очень длинная, длинная, шестая сфера, шестая часть, где тоже требуется прояснение, что есть в этом из возможностей упования на Всевышнего. О чем речь идет, по-видимому, даже не начнем, а только скажем, наметим эту тему. Она очень-очень интересна, очень важна. Это тема, которая обсуждается практически всеми мадрецами, как ранних поколений, так и последних поколений. Это тема вознаграждения грядущего мира. Есть тут большая-большая загадка. Творец дал нам Тору через нашего пророка Маше, где описывается, как мы говорили, цель, для чего человек появился в этот мир. Это инструкция, инструкция для жизни. И, как говорит Рамхал, человек приходит в этот мир не для этого мира, а для грядущего мира. И вот мы открываем Тору, лист за листом, тщательно изучаем, и не находим там никакого обещания грядущего мира. Загадка. По поводу этой загадки мы с вами поговорим в следующий раз. Всего доброго. Привет, Изрусалим. Редактор субтитров